Ахматти Не беспокойтесь, этот аромат невозможно описать словами. Попробуйте черный классический и китайский зеленый. Ахматти – ваш идеальный выбор на каждый день. И вот я сейчас подумала, почему бы нам во время чаепития с утра пораньше не листать свежую прессу, а почитать хорошую белорусскую книгу, книгу о народной мове. Компания «Волком» запустила новый проект по продвижению современной белорусской литературы «Мова-бокс». Что это такое и как он работает, мы спросим у наших гостей. Итак, встречайте. Начальник отдела корпоративных коммуникаций унитарного предприятия «Волком» Вячеслав Смирнов. Доброе утро. Доброе утро. И белорусская писательница Людмила Рублевская. Доброе утро. Доброе утро. Очень рада, что вы к нам заглянули и не с пустыми руками. Угощаем вас чаем. Спасибо. Спасибо. Вячеслав, первый вопрос сразу же. Что это за проект и, собственно, на какую читательскую аудиторию он рассчитан? Ну, саправды, проект белорусский. Я, первое всего, хотел бы сказать, что наша компания давно в этой белорусской теме. Мы одним из первых на белорусском рынке начали снимать рекламу на белорусской мове. Это дыше некольки годов назад. И вельми был позитивный отгук от грамадскости. И поэтому мы протягнули заниматься этим. И поддержка национальной самоидентификации – это один из основных направлений нашей корпоративной социальной отказности. Уже больше за год развивается проект «Чытаем пе белорусску звелком». Для молодших школьников мы ходим у школы и проводим туды славутых наших дитячих письменников, які ладят там интерактивные занятки. А заразь с гэтым новым проектом «Мова Бокс» мы звертаемся уже до дорослой аудитории. Мы хотим сказать, что сучасная белорусская литература – это текава. Для мене особисто проект «Мова Бокс» – ну, ведаете, слово такое довольно привабное – «Мова Бокс». Что такое «Мова»? Усе разумеют. «Мова» – это «Мова». «Бокс» – это слово ангельское, але, ну, так само изразумело, это «скрыня». Для мене проект «Мова Бокс» – и он, ну, из двух скрыньев. Первая скрыня, я сегодня пришел до вас с неспустыми руками. Я вот даже одну книгу позаимствовала. Вот так выглядит наша первая скрыня. Бачите, тут написано «Мова Бокс». Мы зараз, может, попробуем ее очинить, с допомогой Людмилы. Потому что каждая такая скрыня внутри мает книгу автора. И так само некие артефакты с этой книги. Зараз мы очиниваем эту «Мова Бокс» и, может, попросим Людмилу прокомментовать, что ж там у этой «Мова Бокса» есть. Людмила, пожалуйста. Вот книгу Оля извлекла. Мне было бы очень интересно. Вот, значит, первым делом книга извлекается. Это другая частка цикла моих авантурно-пригодницких романов про студиозуса Прантиша Вырвича и доктора, и блога алхимика Болтрамея Лёдника. И «Мова Бокс» дае мне махчымасть убачить свою книгу увасобленную у неких материальных речах. Для кожного автора это просто великий-великий подарунок. Потому что одна справа – это слово, другая справа – калейось малюнки. А тут артефакты. Это, значит, предметы из книги с того света, яке я придумала. Людмила действительно мастер своего дела. Он так интригует, что уже не терпит. Что же дальше? День отбывается у 18-м ста годзе. У книги авантуры студиозуса Вырвича. Мои герои едут з Беларуси аж нова ангельщину, переживаючи вельми шмат прыгоду, каб здабыць вогненный меч доктора Дзи. Один з артефактов, який мне вельми падабаецца – это магичный крышталь. Вот з гэтай чаровной каробачки можно достать речевы и перанестися у алхимичную лабораторию доктора Лёдника и вырастить магичный крышталь, яке безумовно мой герой вырастю бы вельми лёгко и просто. Так что кожным може с допамогой артефакта, так само пабыць алхимиком. Так, ёсь тут, даречи, ой, вельми люблю вот этот артефакт. Гэта карта падарожа у маих геройов. Вельми стекалыми текстами, малюнками и налепками. То есть вот читаешь некий пункт, проходишь до некого раздела книги и, калиласка, маишь право налепку вот сюда изместить. А для какой возрастной аудитории, я так понимаю, что раз есть наклейки, то это и кто-то помладше может участвовать в этом? Книга сама рассчитана на какой возраст? Это для семейного чтения? Я думала, что это будет наибольшь цікаво таким молодым читачам, махчима падлеткам, але я высветлилася, что за давальнением читают дорослые, и нават вельми сталые читачи. Тому семья запросто может эту книжку читать разом. Я хотел додать ось до того, что сказала Людмила, что шанец отрымать такий магичный бокс, мова бокс, мае кожный. Потому что гэты проект получает як диджитал, так и офлайн. Такие страшные слова для тых, кто не ведает, а не для специалистов в маркетинге. Але у диджиталі это значит, что у социальных сетках он развивается, але так само и у объективной рычаисности. И мы получаем две гэты речи. Тому у социальных сетках кожный мае махчимасть пройсти тест, отказать на питание по гэты книге и высветлить, на кого с персонажа, характера в гэты книге, и он подобный наибольш. И рандомно мы будем выбирать тых, кто отрымая 20 таких мова боксов. Я лечу, что это довольно приемно отрымать, потом разбирать и глядеть все гэты артефакты из той книги, которую ты только что прочитал. Но, видишь, сначала получается, что человек должен прочитать все-таки книгу. Не, не совсем так. Можно отказывать на питание, если до того, как ты ее прочитаешь, и это будет поднимать интерес до самой книги. Просто доведуешься, какие ты герои в этой книге по своим характерам, по тих отказах, которые выбираешь. Ну, тогда интересно, что я написала про это героя. Ну, вот мы знаем, что 27 октября заработал этот проект. А как-то отслеживается интерес читателей? Вот кто уже, так сказать, открыл эти мова боксы? Кто уже приобщился? Кто прочел? Какие отзывы, отклики? Ну, не могу вам назвать неких лирьбов, але я ведаю, что этот интерес вельми великий. Зараз уже довольно много людей прошло этот тест, але с самого бокса еще не отрывал неводный, потому что это будет делаться 10 раз в месяц. Але подкреслю, интерес до теста великий. Мы в этом вельми довольны. Ну, в любом случае, это очень здорово, что вот такая пропаганда, такая приятная, какая-то сказочная пропаганда нашей родной мовы. Людмила, а вот этот жанр интересный, оригинальный, в котором вы пишете, всегда он для вас был интересен и как для читателя, и как для писателя? Либо вы, может быть, действительно недавно поняли, что вот сейчас этого не хватает? И подросткам, опять же, чтобы их как-то притянуть к книге, к чтению? Белорусская история – это моя тема. Я писала про ее заусюды. И я, калі пачала писать вот этот цикл, я найперш хотела писать то, что цикало мне самой. Ну да, напылно я думала про тое, что неким чыном я перша открывальник тут, потому что уже 4 романы написана. Такого я не памятую аналогии. И не останавливайтесь на достигнутом обязательно. Вячеслав, но у нас есть информация, что с 16 ноября в некоторых городах Белоруссии, в Минске в частности, в кофейнях, букроссинг такой стартовал, книги предлагаются для чтения, книги белорусских авторов. Вот об этом поподробнее расскажите. Так, ну это другие складальники проекта. Мова-бокс – это тое, что мы вам уже показали, але так само Мова-бокс – это дравляные палички, які з'являются букроссингами. Мы усталявали их зараз некальки дзен тому у 10 кавярнях. Вот мы видим сейчас на экране, да? Так, так. Ось таки. У 10 кавярнях Минска, не тольки у столицы, але так само в некоторых регионах, и их будзе болей. И у гэтых паличках есть белорусскомовные книги, и сучасные белорусские авторы презентуют туды свои творы. И у всех, кто пришел выпить кубыча кавы, мают махчимость взять эту книгу, почитать ее непосредственно у кавярня, а цена вот взять ее с собой, але взамен покласти некую свою любимую белорусскомовную книгу. Вообще, замечательные идеи. Хочется задать такой, казалось бы, стандартный вопрос, какие планы на будущее. Потому что нельзя же действительно останавливаться, надо эту тему развивать. И вот этот «Мова-бокс» скоро появятся победители. Вот Людмила прекрасно участвует. Наверняка ожидаются и следующие серии. Так, безумовно. Мы будем развивать этот проект. Людмила первая. Але будзе еще як минимум три аутра, яких мы презентуем в ближайшие месяцы. Будзе іншіе «Мова-боксы», будзе іншіе книги. Будзем глядеть, як развивается этот проект. Мы вельми затекавлены у тым, как би он, кажем так, зацепил, як може більше людей, беларусов, і прививнені інтерес до беларуської литературі. Ну что, есть, конечно, другой слоган, но я сейчас немного перефразирую и скажу. Читайте беларуская. А с нами сегодня были начальник отдела корпоративных коммуникаций унитарного предприятия «Волком» Вячеслав Смирнов і беларуская писательниця Людмила Рублевская. Спасибо вам огромное. Ну а мы, дорогие друзья, с нашими гостями прощаемся, а с вами нет. Смотрите новости 24 часа, а потом возвращайтесь в студию. Хорошего настроения. Субтитрувальниця Оля Шор